Салам алейкум, подписчики! Сегодня я приехал в скейт-парк и позвал двух ребят примерно одинакового уровня катания. И сегодня они будут соревноваться между друг другом. И кто побеждает, забирает приз, о котором я вам чуть позже расскажу и покажу. А сейчас пойдемте, я вам покажу ребят. Я Руслан, мне 14 лет, катаюсь на трехом самокате около 10 лет. Меня зовут Али, мне 13 лет, катаюсь на самокате год, родился в комбинезоне. Вот эти вот два АУЕшника сегодня будут сражаться между друг другом. Они не будут кататься на своих раздолбанных самокатах, они будут кататься на нормальном самокате реплей. На нем они будут выполнять мои задания. Также у нас будет судья, который будет судить их трюки, их задания. И в конце судья посчитает баллы и выберет победителя, кому достанется вот этот самокат. Вам самокат достанется кому-то из вас, вы понимаете? Офигеть! Вы готовы? Они готовы? Давайте начинать. Он только поступил в продажу, это новая фирма. Он стоит дешево, он очень стильный и очень удобный. Поэтому эти ребята будут кататься сегодня на нем. Самокат Nova Trek. Почему именно он? Во-первых, крутой дизайн, выглядит очень стильно. Также цена самоката просто удивляет. По сравнению с другими самокатами, этот просто пушка. И последний особо важный критерий – балансировка. А это очень важно для самоката. Все новые трюки можно сделать без особого труда. Давайте приступим к первому заданию. Первое задание – это кто сильнее сделает трюк. У каждого из ребят будет по 5 попыток. И вот из 5 попыток будем выбирать. А сейчас пойдемте я вам покажу судью еще. А вот Вадим Петраков, вы все его знаете, сегодня он будет в качестве судьи. И сейчас ты открываешь заметки, будет 10-балльная шкала, короче. По 10-балльной шкале ты будешь оценить пацанов. В конце ты посчитаешь баллы и определишь победителя, кому достанется судьба. Я понял. Все честно, все круто. Так, пацаны, подошли поддержку. Ну что, Арра, давай по мужски решим. Скидывайся. Раз, два, три. Раз, два, три. Арбуз мой. Раз, два, три. Раз, два, три. Начинает фиолетовый шлем. Ваша задача сделать самый стильный трюк. У вас есть 5 попыток. Самый сильный? Стильный. Стильный? Да. Стиль, знаешь, что такое? Сразу говорю, вот это лошадь, чтобы на приземлении уезжать не считается. Я сделаю стильный трансфер бай, Арра. Судья определился, поставил ему какие-то баллы. Теперь очередь Леры. Лера. На. Давай, Лера, ты сможешь? Лера. Я буду делать такой филонавир. Сюда. Но тут явно то, что Лера катается лучше, чем она. И поэтому судья будет решать не по тому, какой сложный трюк они сделали, а на выполнении трюка. Так что будет все честно, все круто. Ну и по-моему. 10 баллов. Короче, цыган и Лера справились с этим заданием, и они сделали хоть какой-то трюк. Сейчас приступаем... Ты что-то угораешь. Ладно, приступаем ко второму заданию. А второе задание, это кто смешнее сделает трюк. Также у них будет 5 попыток. Что, давайте, вы начинаете, вам нужно скинуться. Кто первый начнет? Восемок. А, да, я... Ну все, Лера, получается, начинает первое. Все-таки давайте не 5 попыток, а 3 попытки на самый смешной трюк. По тебе смешно, да? По тебе. Тебе смешно? Иди сюда. Торка же. Это было 2 попытки сразу. Одна сюда, вторая сюда. Я гадаю, жопа пизила. Вип-шкотер. Я не могу заморал. Опа! Приступаем к третьему заданию. В общем, Лера начинает. Она должна сделать свой самый сложный трюк. У нее есть на это 3 попытки. В общем, трюк мы не засчитываем, потому что он сделал 3 попытки и не поставил его. Поэтому сейчас мы попросим его добрать этот трюк, наконец-то. И вот сегодня, первый раз в жизни он сделал этот трюк. Ой, хорош, ой, хорош. Ой, прям чистенько было. Мне кажется, именно из-за самоката он поставил. Потому что на своем бы он 100% не сделал. Нормально. Переходим к цыгану. Как это называется? Дроп. Эйр? Эйр. Можете даже в анбокс. Да, идите на. Можно. Ча, привет. Здравствуйте. Здравствуйте. А у меня здесь вором. А у меня здесь вором. А у меня здесь вором. Халфа бит. Халфа что? Халфа бит. А сейчас ребята делали самый сложный трюк. Никто из них не сделал, но судья все равно поставит баллы. Кто круче, там не круче. А сейчас, получается, ребята делают самый креативный трюк. Могу вам показать примеры, если хотите? Креативный трюк. Креативный трюк. Сейчас будет последняя решительная Задание, которое я только что придумал У вас будет 3 вопроса, 4 варианта ответа На каждый вопрос, вы должны будете правильно ответить Давайте, первый вопрос Когда я создал свой канал? Варианты ответа 19 апреля 2017 года 19 марта 2016 года И третий вариант 15 января 2015 года Четвертый вариант 26 марта 2016 года Вариант третий 24 марта 2016 года И побеждает Красавчик Это был правильный ответ, но 26 я сказал Давайте, следующий вопрос Какое было мое самое последнее видео? О чем оно было? Я смотрел только, когда я проснулся Смотрел канал Сейчас дай вспомнить Я много человек себе смотрел Ладно, давайте, были 4 варианта ответа Геймус тут Электросамокат Сочи Электросамокат на прокачку Сочи Ну, в принципе, они оба сказали верные ответы Сочи Электросамокат Это, в принципе, одно и то же было И последний вопрос Сколько стоит мой самокат? 45 тысяч рублей 43 тысячи рублей 47 тысячи рублей И 50 К чему под этим номером? Ну, я сказал Сколько стоит? Давай, не штат Еще раз 43 45 47 И 50 А, он считает, походу, сколько мы детали стоят Да Давай, у тебя есть 5 секунд на ответ 45 тысяч Твой вариант 45 Твой вариант 47 И мой самокат стоит 47 тысяч рублей Вот, получается Сейчас судья подсчитывает баллы И определяет победителя Ты рассчитываешь на свою победу? Скажи свои эмоции Что ты вообще сейчас думаешь? Какие у тебя мысли? Ожидания Ожидаешь? Ожидаю ответа Да ладно Чего? Просто Капец, просто Посмотрите, какие Не, я не буду показывать Это реально Это просто шансы, которые Я не знаю, что сказать даже У меня нет слов, ребят Короче, игра была спорная Очень сложная борьба была Жесткая Но С разрывом в одну очко Победил MC-цыган Чего? Серьезно? Поздравляем победителя Офигеть Мама И я не приду Давай, я буду Серьезно? Там за креативность Ты вывез Базар А в общем Вы посмотрели видос Победил MC-цыган Но у меня есть Почтительный приз Для Такой Даша Вера Лера Пойдем Я вам покажу Его И уже Подарю Почтительным призом Будет За его сражение Мои фирменные Пеги Мне кажется Это будет достойный Подарок Он ему понравится Потому что он давно Хотел их купить Но сейчас Это будет для него Подарком Руслан Короче Спасибо тебе За участие И в качестве Утешительного Приза Я хочу тебе Подарить Поги Открыли Да На, держи Прямо серьезно? Спасибо большое Все, спасибо За участие Красавчик Показал себя Будешь теперь кататься На этом подошел Мой видос К концу Если вам понравился Этот видос И вот этот самокат То я оставлю Ссылку на него В описании Можете приобретать Мне кажется Это очень хорошая Рекомендация от меня Все, всем пока